Эй, йоу! Всем привет! Это снова я, Бионика. И сегодня я представляю новый прикольный формат, в котором мы будем делать биоразбор разных фильмов, мультфильмов, аниме, сериалов и прочего. Везде, где есть какие-то моменты, связанные с биологией, мы постараемся это рассмотреть. Если вам понравится этот формат, то поддержите его лайками, если это видео покажется вам интересным. А сегодня я бы хотела начать с разбора такого прекрасного фильма, как Круэлла. Этот фильм сейчас идет в кинотеатрах, мы на него сходили, нам очень понравился. И, конечно же, мы не могли пройти мимо него, потому что, когда я увидела золотое платье Круэллы, я подумала, вау, мы обязаны сделать про это видео, мы должны узнать, реально ли это сделать. Почему нет? Почему нет? И каким образом можно было создать такое платье. И сегодня мы, конечно же, поговорим об этом. Но я хотела бы вынести еще парочку интересных моментов. Во-первых, про то, как используют собак в различных преступлениях. И про то, каким образом собаки могли слышать баронессу и ее ультразвуковой свисток. И поехали. В истории известно множество моментов, когда собак использовали в совершении различных преступлений. Например, в 20-е годы в Париже было распространенным явлением то, что у девушек, которые носили золотые цепочки на ногах, эти цепочки каким-то образом крали. И никто долго не мог понять, каким образом это делалось, пока случайно не заметили фокстерьера, который зубами снимал цепочку с ноги девушки в кафе. Этого фокстерьера выследили, проследили за ним до логова грабителей. И таким образом узнали, что была целая группа преступников, которые дрессировали собак и использовали их в подобных ограблениях. Замечательно, поразительно, гениально. В Берлине в 20-е годы использование собак в ограблениях дошло до уровня искусства. Собак дрессировали для того, чтобы они стояли как бы на стреме. То есть они могли очень долго неподвижно лежать в одном месте и следить за тем, чтобы полиция не приближалась к месту ограбления. Если они видели приближающихся полицейских, то они издавали какой-то условный лай, который грабители могли идентифицировать и быстро скрыться с места преступления. Также собак использовали как вьючных животных, можно так сказать. То есть на них нагружали награбленное имущество и ночью эти собаки бежали к какому-то складу или логову преступников, куда нужно было эти вещи доставить. Собаки в темноте не привлекали особого внимания, никто за ними не следил. Поэтому какие-то ценные вещи можно было таким способом достаточно эффективно доставлять. Собак также использовали и для карманных краж. Такой как раз прием был показан в Круэлле, когда они воровали всякие вещи в автобусе. Понятно, что там они как раз отдавали собаке какие-то вещи, и она их выносила до какого-то условного места. То есть такой метод дрессировки действительно имел место в истории. И еще был интересный метод ограблений, когда преступник с собакой прятались в каком-то темном переулке. Крупная собака набрасывалась на прохожего, валила его на землю. А преступник подбегал и помогал ему встать. Там отряхивал его, говорил, о, вот на вас собака напала, какая жалость молодой человек. И попутно вынимал у него бумажник и снимал с него часы. Оскара! Оскара! В России в 2002 году был случай судебного разбирательства, когда молодой человек многократно натравливал свою собаку, стафарширского триера, на различных людей, требуя от них деньги или просто для забавы. Ну, допустим, он говорил, подходил к человеку какому-то. В основном это были его соседи по дому, что интересно. И требовал от них денег. Если человек отказывался ему давать деньги, он давал собаке команду взять. И одна на него нападала, оставляла ему множественные укушенные раны и наносила легкий вред здоровью. За вот эти вот многочисленные натравливания молодой человек был заключен на 6,5 лет. Таким образом, мы понимаем, что практически все приемы, которые были проделаны собакой в Круэле, в рамках ограблений, да и многие другие приемы, которые она делала, имели место в истории. И до этого многие собаки это проворачивали. То есть, то, что там было снято, имеет определенную базу и обосновано исторически. То есть, такие ограбления действительно совершались, и это вполне реально. Теперь я бы хотела обсудить с вами тему слуха собак. Как же собаки слышали ультразвуковой свисток баронессы? Дело в том, что у собак гораздо шире диапазон слуха. То есть, собаки слышат от 16 до 80 тысяч герц звуки, а человек от 8 до 20 тысяч. И то, звуки частотой 20 тысяч герц слышат очень малое количество людей. Вы можете найти ролики на ютубе, где включают звук разной частоты, и эта частота постепенно возрастает. И она идет от 8 до 20 тысяч герц. И вы можете просто сами послушать и понять, на какой частоте вы перестанете что-либо слышать. На самом деле, эта частота будет ниже 20 тысяч герц. 20 тысяч герц слышат в основном очень маленькие дети. Взрослые люди слышат до 17-18 тысяч, как правило. А собаки до 80 тысяч герц слышат. Соответственно, есть такие ультразвуки, которые не воспринимаются человеческим ухом вообще. Зато собаки их слышат очень хорошо и на них реагируют. Кроме того, острота слуха у собак гораздо выше, чем острота слуха у человека. Они слышат звуки громкостью от 1,1 до 120 дБ. Если мы возьмем звуки одной громкости, ну, средних примерно значений громкости, то собаки будут слышать эти звуки в 5 раз большего расстояния, чем человек. Да что ты, черт побери, такое несешь? То есть их острота слуха действительно поражает. И она во много раз превосходит остроту слуха человека. Кроме того, как вы знаете, у человека есть рудиментарные мышцы в ушах, которые позволяют некоторым людям двигать ушами. Это могут не все люди, потому что у нас эти ушные мышцы очень слабо развиты, ну, за ненадобностью. Для приматов, к которым мы относимся, это не является жизненно важной функцией. Зато для собак и кошек это действительно необходимо. И вы, конечно же, обращали внимание на то, как ваши домашние питомцы двигают ушами. Ушные мышцы позволяют собакам определять направление звука с точностью до 3 градусов. Да, это жестко. То есть они могут абсолютно точно понимать, откуда исходит звук. И поэтому они могут очень точно ориентироваться на звуки. Именно благодаря таким особенностям органов слуха, благодаря этой остроте слуха, которая доступна собакам, возможно использование такого устройства, как ультразвуковой свисток в дрессировке собак. При хороших раскладах ультразвуковой свисток покрывает расстояние до 450 метров. Полкилометра. То есть расстояние в полкилометра собака может услышать этот свисток. С ультразвуковыми свистками есть только одна проблема. Ультразвук очень хорошо гасится стенами и любыми отделочными материалами. Поэтому, конечно, в фильме Круэлла, где собаки-далматинцы слышат ультразвуковой свисток, находясь в доме, а звук доносится с улицы, это, в принципе, вряд ли возможно, конечно, на самом деле. Потому что, ну, как я уже сказала, отделочные материалы гасят звук, и поэтому из дома собаки вряд ли могли услышать звук, который доносится с улицы. Но, в принципе, сам метод дрессировки и сам метод натравливания, привлечения внимания собак ультразвуком, это абсолютно рабочая схема, которая применяется в дрессировке кинологами. Ну и теперь, в конце концов, мы разберемся с золотым платьем Круэллы. Да-да, именно с этим золотым платьем, которое так впечатлило всех. Я, как любитель моды и красоты, могу сказать, что меня действительно очень сильно впечатлило это платье. Оно выглядит потрясающе. Наверное, что-то типа такого платья мечты, которое вряд ли ты когда-нибудь наденешь. Но это просто мечта, оно выглядит великолепно. И что интересно, у него есть, конечно, прекрасная фишка, что вот эта отделка платья сделана не золотым бисером, а куколками бабочек, которые очень эффектно вылупляются в определенный момент. Возможно ли это сделать на самом деле? Спросили мы себя. И ответ, оказывается, это вполне возможно. Как же? Дело в том, что есть несколько видов бабочек, у которых куколки имеют вот такой металлический блеск. Во-первых, это куколки бабочек Механитис полимния, которые обитают в Центральной Южной Америке от Мексики до дождевых лесов Амазонки. Эти бабочки имеют размах крыльев от 6,5 до 7,5 сантиметров. Бабочки Механитис полимния интересны тем, что они имеют куколки золотого цвета с металлическим блеском. Вероятно, это нужно им для того, чтобы отпугивать хищников. Потому что, во-первых, они похожи как бы на капли воды, которые стекают с деревьев. И из-за сильного отражения хищники могут не воспринимать их как добычу. Во-вторых, они могут сильно отражать свет, что, возможно, хищников раздражает каким-то образом. То есть, это имеет приспособительный характер. Но, естественно, куколки не содержат золота, как может показаться с виду. Их отражательная способность и металлический блеск и золотой оттенок связаны с особенным строением хитина, которым покрыты куколки. Дело в том, что куколка имеет наружный слой, который называется кутикула. И эта кутикула может состоять из множества слоев с определенными свойствами. Когда ученые обнаружили данных куколок, они, конечно же, заинтересовались тем, каким образом достигается такой эффект. Они взяли куколки и просветили их кутикулу в электронном микроскопе. Кстати, видео про электронную микроскопию уже есть на канале. Вы можете его посмотреть, если не знаете, как работает этот метод. Я уже об этом рассказывала. Так вот, они просветили кутикулу в электронном микроскопе и выяснили, что она обладает очень интересной микроструктурой. Она состоит из большого количества слоев хитина, где достаточно плотные слои чередуются с прозрачными. И таких слоев может быть до 250 штук. В итоге получается, что вот это чередование плотных и прозрачных слоев как раз и дает вот это отражение света, которое характерно для кукол. Такая структура кутикулы позволяет отражать до 70% падающего света, что примерно похоже на отражающую способность даже зеркала. Кутикула, содержащая 25 чередующихся слоев хитина, отражает в желто-золотистом спектре, что придает ей как раз золотой блеск. А если кутикула имеет более 40 слоев, то она отражает полностью весь падающий свет и такие куколки серебряные. Но, конечно же, механитис полимния это не единственные бабочки, которые обладают золотыми коконами, как вы уже поняли. Судя по тому, что есть до 250 слоев хитина у некоторых. Другие бабочки, которые обладают такими же особенностями куколок, это Титерея Хармония и Эуплея Коры. Титерея Хармония обитает в Америке, а Эуплея Коры в Южной Азии и Австралии. На юге и юго-востоке Африки обитают бабочки Амаориса Охлия, куколки которых обладают серебристым блеском. Когда мы изучали материал и рассматривали разных красивых куколок-бабочек, которые могли бы послужить материалом для платья Круэллы, мы наткнулись на интересный вид североамериканских бабочек, наус Плексипус. Их куколки выглядят, как будто они сделаны из нефрита, очень красивого зеленого цвета с золотыми вкраплениями. Естественно, золотые вкрапления связаны с игрой света на кутикуле, которая также обладает сильными отражательными способностями. Но сам цвет и сочетание вот этого зеленого нефритового цвета с золотыми гранулами просто поражает воображение. Только посмотрите, как это красиво выглядит. Когда сама куколка образуется, то золотой и серебряный блеск возникает на ней не сразу. Сначала первые 2-4 дня куколка зеленоватая или синеватая, и только потом возникает характерный серебряный или золотой блеск. За день до выхода бабочки из куколки золотой или серебряный блеск снова пропадает. Это связано с тем, что слои кутикулы сначала образуются, а потом исчезают назад для того, чтобы бабочка могла выйти из куколки. Пришить же куколки к платью не представляет особого труда. У куколки есть особое место, которым она крепится к ветке. И если очень аккуратно снять эту куколку с ветки, то как раз за этот кончик ее можно было бы пришить к платью. Но это не точно. Таким образом, создать платье из фильма Круэлла из реальных куколок действительно абсолютно возможно, что поражает воображение. И оно могло бы быть не только золотым, но и серебряным и нефритовым. А на этом все на сегодня. Если этот формат видео вам понравился, то поддержите его лайками и своими комментариями. Жду ваши вопросы. Спасибо за просмотр. Буду рада видеть вас снова. Спасибо за просмотр.